Всем привет, мои дорогие! Я вернулась с отпуска, и я к вам вернулась после недельного отпуска. Не было ни одного видео на моем главном канале, потому что, на самом деле, я не приготовила видео на еще одну неделю. Я думала, что я их сниму у мамы, но, к сожалению, не все всегда так, как мы думаем. Не получилось у меня там ни со светом, ни с задним фоном, в общем, ничего у меня там не получилось. Я пыталась львать снять, но, когда я его просматривала, поняла, что мне это абсолютно не нравится, и я предпочитаю вообще лучше ничего не ставить, нежели поставить ах бы как. Ну, лично я так. Поэтому сегодня я вернулась к вам и буду вам показывать три покупочки, которые я сделала за границей. Вообще, я думала изначально разделить это видео на три видео. Первое видео сделать покупочки для дома, второе видео сделать покупочки косметики и уходовых средств, и третье сделать такое покупки для себя, немножко одежды, аксессуаров. Но вот я не знаю по поводу третьего, хочется ли вам его смотреть, так что напишите мне, хотите ли вы, чтобы я делала три части, или чтобы я только сделала две части. Жду ваших комментариев, а сейчас мы приступим к покупочкам, что же я купила для своего маленького дома. Первое, что я вам покажу, вы это видели все в инстаграме, если вы еще со мной не дружите на инстаграме, обязательно заходите, все ссылки будут внизу и дружите со мной в инстаграме. В общем, я вам показывала в инстаграме, это на самом деле было что-то, что я знала, что у меня там лежит, потому что две штуки мне купила мама в прошлом году на распродаже после крисмасса. И две штуки я купила сама, когда мы гуляли с моим мужем по магазинам, я вдруг увидела по 2 евро каждая штука, я загорелась, думала, ну я должна себе купить по 2 евро. Такие вот замечательные подушки с совета. Мама вот купила мне вот таких двух совет в прошлом году, каждый из совенок стоил по 2 евро, смешная цена, правда? В общем, мама купила мне таких двух совет в прошлом году, я их забрала. Эти подушки я буду ставить на кровати в новом доме, который нам уж нас уже распределили на новые дома, и скоро мы получим новый домик. Я очень-очень этому рада, что получила этот дом, который я хотела, и поэтому вот эти вот подушки пойдут в другие спальни, которые у меня будут в новом доме, потому что здесь у меня есть только одна спальня, а там у меня будет их целых три. Так что эти подушки уже знают, я их знаю куда уже их присобачу, как говорится. И вторые две подушки, что я уже купила буквально в первый или второй день, что мы там были, это два вот таких вот совенка. Тоже два совенка, там какая-то тематика совят сейчас везде на крисмасс, по-моему, модно, круто, не знаю. В общем, в любом случае, тоже была на них какая-то распродажа на этих совят, и они стоили тоже по два еврика. Кстати, кто живет в Европе, этих совят я покупала в Праймарке, или если вы живете в Ирландии, а вдруг этот магазин там... Там называется Здравствуй, Дона? И что? Не-не-не-не-не-не, совсем-совсем не в тему ты сейчас. Нет, иди назад, Дона, иди назад! Пришла, вставай. Дона, отвали отсюда, отвали, иди, вот правильно, молодец, иди. В общем, этих двух совят, она сейчас будет мне доставать. Села, 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 моя птичка. И этих, в общем, двух совят я... Я даже уже не помню, что я говорила. И этих двух совят, в общем, я купила сама себе. На самом деле, когда я приобрела вот эти четыре подушки, представляете, вот эти четыре подушки, я приехала домой к маме, села и думаю, ну и как я их буду упаковывать? В общем, мы забрали старый очень чемодан у моего брата, и он нам дал эти вакуумные мешки, и мы вытащили из них весь воздух, и таким образом я их смогла сюда привезти. В общем, такие теперь четыре подушки у меня. Я безумно довольна. На самом деле, это супер сувенир. Помните, я делала свое видео про сувениры, которые можете привезти из-за границы? И вообще, это может быть супер подарок. В общем, ну, классная вещь. Мне кажется, тем более, за такие смешные деньги у нас такого вподавно не найти. Следующее, что я вам покажу, поскольку сейчас у нас тематика Нового года везде, я себе купила, я живу, кто знает, на первом этаже, то есть у меня такой квартира-дом, мы с улицы сразу заходим в дом. И сейчас дожди, у нас начались зима, и у меня всегда, когда открывать дверь, ой, забыла еще одну штуку принести, сейчас пойду встану. Когда открываю дверь, в общем, у меня лежит коврик. И мы привезли вот такой вот коврик. Я надеюсь, вы видите, я ничего не вижу. Вот такой вот Santa Stop Here. Вот такие вот ноги Санта Клауса. Ну, надеюсь, вы видите. В общем, просто такой миленький коврик, который я кладу по входу в дом, для того, чтобы, ну, знаете, в общем, понимаете, для того, чтобы, потому что у меня собака, она мокрая лапа, несмотря на то, что мы вытираем. В общем, очень важно, чтобы какой-либо коврик. И нам показалась сейчас на зиму такая вот зимняя тематика. В общем, будет, по-моему, очень круто. На самом деле, очень просто то, что какие-то там копейки. Мы в каком-то были там огромнейшем магазине, где были разные штучки для дома, и вот там мы его прикупили. Следующее, что я прикупила для дома, я прикупила вот такие вот фонарики, которые вы можете видеть сзади. Вот они вот здесь, и вот они немножко там наверху. Сейчас я выключу свет и вам покажу. Если вы видите, вот тут они и там. Вот еще их добавила, как бы у меня были уже фонарики вокруг зеркала, но их добавила. Они вот такие вот, такие вот маленькие фонарики. Тоже покупала в этом магазине Primark, который очень дешевый, и там они стоили 100 штук самих фонарей 5 евро. По-моему, это самый-самый дешевый из всех магазинов, что мы были, самый-самый дешевый. Поэтому, да, мы купили в подарок такие родителям мужа, потому что они тоже хотели цветные, а себе я купила беленький. Ну вот. Наверное, по-моему, так тоже ничего, оставлю так. Следующее. Следующее. Каждый раз, когда я къезжу маме, я люблю привозить оттуда свечки. Очень, конечно, мне хочется попробовать знаменитые свечи Bath & Body Works, но они нигде, по-моему, в Европе не продаются в тех странах, где я была. Ни в Англии, ни в Ирландии. Может быть, я ошибаюсь, но в любом случае я не нашла. И есть там одни свечи, которые я уже провожу несколько раз. Это вот такие вот свечки от Airwick. Они, видите, когда я зажигаюсь, она переливается разным цветом. И вот вы можете видеть, вот одна у меня зажжена здесь. Там внутри есть такой механизм, что он при тепле как бы зажигается этот фонарик, и он меняется цветами. Там синий, фиолетовый, в общем, разными цветами. И в темноте еще у них есть рисунок, и тогда все так интересно переливается. В общем, вся моя семья уже знает, что я обожаю такие свечки. И когда я туда прилетела и зашла в комнату, то стояли три свечки. Я говорю, о, мои любимые свечки. И мой брат говорит, да, я тебе купил, потому что обычно они стоят по 10 евро. И была на них акция, каждая стоила, по-моему, 4,5. И он мне купил три штучки. В общем, ту, которую вы видите сзади. И еще вот две такие, просто беленькая, которая переливается. Она, по-моему, самая оригинальная, в плане того, что... Нет, не оригинальная, а самая первая. Она просто в белом таком, видите, стаканчике, как молочном. И вот она, в общем, переливается такими цветами. И вот еще одну такой же, только у нее вот этот вот сам рисунок. По сравнению с этим немного разный. Не знаю, если вы видите. Немного разные рисунки, но то же самое. Все они, в принципе, пахнут по-разному. Ну, это у меня сейчас фидж, это инжир. Да, это инжир. Тут будет у меня яблоко и корица. И это ваниль. Ну, у них у всех относительно сильный запах. Но он такой очень-очень приятный, ненавязчивый запах у них абсолютно этих свечей. То есть я могу их целый день, целый день жечь. И мне этот запах не раздражает мой нюх. Вот. Поехали дальше. Дальше покажу, что я хотела купить еще в прошлом году. Очень-очень-очень. Но каждый раз, когда мы были где-либо в Европе, заходили в этот магазин, я этого не находила. Потому что это только рождественская тематика. Есть только во время Рождества и Нового года. Это такая вот кружка от Старбакс. Я не смогла это купить в Англии, потому что думала, что найду это в Ирландии. Кстати, кто не смотрел мои влоги с Англии, Ирландии и Германии, заходите на мой канал в Ногов. Ссылка есть внизу и обязательно посмотрите. В общем, я в Англии не смогла это купить, потому что думала, что будет в Ирландии. Прилетела в Ирландию. Оказалось, что есть Старбакс, по-моему, только в Дублине и в Корке, может быть. В общем, в тех городах, куда мы в конце концов не поехали. И в тех городах, в которых мы были, не было Старбакса. Но я знала, что в последний день я возвращаюсь через Берлина, мы будем немножечко гулять. И я рассчитывала, что там я это найду. И первым делом, что мы делали, когда приехали в Берлин в город, мы пошли, купили кружку, чтобы уже я успокоилась. В общем, очень хотела эту кружку. Она просто такая прикольненькая, вот как конфетка. Ничего на самом деле особенного я знаю, просто самая обыкновенная кружка. И стоит она на самом деле дорого, 11 евро за кружку. Но поскольку Старбакса нигде у нас нету, и у меня нету просто возможности купить в каких-то скидках, поэтому я, как говорится, раскошелилась и купила. Ну, мне очень-очень нравится, у нее такая... В общем, она мне придает такого рождественского новогоднего духа. Давайте порадемся быстренько по мелочевочке, что я купила для дома. Еще для дома я купила вот такое вот мыло полмолив. Я знаю, что это звучит странно, мыло везти за границ. Но я для рук обожаю вот эти мыла, вот в маленьких этих... Они есть разные, салувера я очень люблю, но не нашла почему-то. Этот вот с молоком и этим самым хани, медом. В общем, я их очень-очень люблю для рук. Я с удовольствием всегда им пользуюсь, когда еду за границу. И отчастенько их себе привожу домой. Но всегда привожу по одной-две штучки, потому что понимаю, что я не могу себе навести мыло и пользоваться им все время. В Израиле, к сожалению, я нигде это не видела. Если вы живете в Израиле, вы знаете, где можно такое вот конкретно, такое вот купить. Подскажите мне, пожалуйста, потому что я нигде его не видела, я его просто обожаю. Такое мыльцо. И еще мы ходили, когда гуляли по Лондону, по Оксфорд-стрит, там есть такой магазин всякой канцелярии и всяких украшений, по-моему, для дома, для елки, для новогодних праздников. Я себе прикупила некоторые штучки. Ну, на самом деле, просто ерунду. Купила себе вот таких два смешанных карандаша. Таких вот. Это, по-моему, пчелка, а это, по-моему, просто клуб. В общем, не знаю, два таких смешанных карандаша. Да, я на работе пользуюсь карандашами очень часто. В письме мне нужно очень часто что-то обводить, писать именно карандашом для того, чтобы можно было это исправить. Поэтому я купила два таких на работу. Думаю, будет очень весело такими карандашиками на работе пользоваться. Они там стоили, по-моему, два за паунда или за полтора паунда, не помню. И также в этом же магазине я купила такие вот прищепочки. Но это прищепки именно для каких-то, может быть, фотографий. Знаете, иногда так вешаешь веревочку, вешаешь фотку и прищепочкой ее зажимаешь. Вот что-то для типа того или какие-то записочки. В общем, такие вот деревянные прищепочки. Они идут, видите, с такими желудями. Да, у меня все желудя, я купила желудя. Желудя, да, волтят, так говорится. Вот, ну просто на самом деле самая обыкновенная деревянная прищепка, которой прилепили такую вот деревянную эмблемку. То есть каждый на самом деле дома может это сделать. Купить такие разные эмблемки, самые эти дешевые деревянные прищепочки и вот так это прицепить. И будет очень интересно и оригинально. Мне очень понравилось. Еще купила одну висючку, которую я пойду сейчас возьму и вам принесу, покажу. Я принесла эту висючку. В общем, купила еще вот такую вот висючку, видите. Тоже в магазине, где все для дома, просто вот такая вот курочка. А я люблю такие висючки вешать, знаете, около входной двери. Я повесила на такой костик. Около входной двери, когда дверь открывается, эта штука немножко от ветра, от сквозняка дергается и так вот немножко перезванивает. В общем, просто такое маленькое украшение для дома. Тоже немножко такое деревенско-фольклорно-новогодняя тематика. Ну, как мне кажется. И последнее сегодня, что я вам покажу, что-то, что я уже купила по возврату домой. В первый день, когда мы прилетели, мама моего мужа нас забирала с аэропорта. И когда мы должны были ее как бы... Она нас забрала с аэропорта, мы ехали к ним домой, забирали свою собаку. Она у них оставалась все это время по дороге. Она нас просила остановиться в некоторых магазинах, ей нужно было. Мы остановились покушать и остановились в магазинах. И пока она ходила, выбирала свои вещи, я вышла и нашла чайник. Сейчас я вам покажу. В общем, нашла я такой вот чайник для чая. Такой вот стеклянный. Он немножко, может быть, в капельках воды заляпанный, потому что он только с смывки. В общем, с удовольствием уже пользуюсь того дня, как мы его купили. Здесь такая вот крышка, которая открывается. И вот эта вот штука, сюда вы, в принципе, засыпаете свой чай. Она вот как желудь тоже, кстати, выглядит. Она открывается, откручивается. Сюда нужно засыпать чай, который вы хотите. Вы закручиваете эту штуку обратно. И туда наливаете кипятка. И вот сюда это, в принципе, дело засовываете. Чтобы кипяток, конечно, закрывал вот эту штучку. И чай настаиваетесь, и вы его пьете. В общем, классная штука. Если я ошибаюсь, я точно такую же в каких-то видео увидела у Estonia. По-моему, так она правильно называется. Estonia. Она это заказывала с сайта Fancy. Если вы живете в Израиле, это можно купить в Fox Home. Магазин Fox Home. Сейчас у них там какие-то скидки в плане всякими пунктами. Поэтому можно это купить за не очень долго. В общем, зайдите, посмотрите, кому интересно. Ну, супер чайник. Если честно, я очень им довольна. Я давно хотела другой какой-то чайник, который у нас есть. Хотела наш поменять. И, в общем, супер довольна. Действительно, очень классный чайник. Ну, что я вам показала? Все свои домашние покупки. Все, что я купила для своего дома. Я думаю, ничего не забыла. Хотя, может быть, я, конечно, что-нибудь забыла, как обычно. Надеюсь, вам было интересно. Следующее видео будет про косметику. Оно уже там, косметика лежит. Все готово. Сейчас я буду снимать. А на сегодня все. Мы с вами увидимся очень скоро. Пока. Всем привет, мои дорогие. Сегодня я хочу вам показать посылочку по обмену, которые я делала где-то месяц назад. Делала где-то месяц назад. Где-то обменивалась около месяца назад.